Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам о том, что такое подсистемы и как их выбирать. Поды это очень простые в использовании электронные сигареты. И все они используют одноразовые или сменные емкости для хранения жидкости. Могут быть картриджи со сменными испарителями, а могут быть и со встроенными. Практически все подсистемы состоят всего из двух частей. Это картридж, о котором я только что говорил, и батарейный блок. В большинстве подов аккумулятор встроен, в отличие от классических бокс-модов, где аккумуляторы в основном сменные и заменить их так же просто, как и в пульте. В подах наоборот, зачастую вы не можете получить доступ к аккумуляторной батарее, а зарядить ее можно только с помощью кабеля microUSB или USB Type-C. Если что, кабель всегда будет продаваться вместе с вашей подсистемой, но даже если его там не будет, то вы всегда можете зарядить свое устройство при помощи кабеля от вашего телефона, от планшета и так далее. Одним из важнейших факторов при выборе электронной сигареты является время ее автономной работы. Но существуют такие девайсы, к примеру, как Vismac R80, в котором тот самый аккумулятор является сменным. Если емкость встроенного аккумулятора равна примерно 350 мАч, то такого девайса вряд ли хватит на целый день, и в течение дня его придется хотя бы один раз, но зарядить. Если же емкость вашего аккумулятора начинается примерно от 650 мАч, то его уже должно хватить на целый день, если парить не сильно часто. Ну а если аккумулятор начинается от 900 мАч и далее, то его смело хватит на целый день парения. Состояние заряда аккумулятора всегда отображается обычно светодиодом или несколькими светодиодами, которые показывают оставшийся заряд своим количеством, цветом или миганием. Подами всегда очень просто управлять, и даже самые сложные требуют нажатия всего одной кнопки. Обычно, чтобы включить или выключить устройство, нужно нажать на кнопку Fire 5 раз, либо же нажать один раз для того, чтобы начать парить. Такая простота использования определенно является плюсом для подов. Они гораздо более интуитивно понятны, чем коробки с настройками и экранами. Они не заставят вас подробно изучать инструкцию перед началом использования. Есть поды вообще без кнопок, и для того, чтобы его активировать, нужно всего лишь сделать затяжку. Внутри батарейного блока есть небольшой датчик, который улавливает шум от проходящего рядом воздуха в то время, когда вы начинаете вдыхать, и нагревает испаритель до тех пор, пока вы не перестанете делать вдох. Картриджи или бачки – типичная особенность подов. Они состоят из спирали или же сетки, хлопкового фитиля и резервуара для жидкости в одном корпусе. Как такового обслуживания не предусмотрено. Вы просто вынимаете картридж, выбрасываете и ставите новый. Или же достаете картридж, вынимаете из него испаритель, ставите новый, и все это дело обратно устанавливаете в батарейный блок. Есть одно большое преимущество у такой системы. Вы можете с собой носить несколько небольших картриджей с разными вкусами. К примеру, захотелось вам что-то сладенькое попарить – поставили выпечку. Фруктовая, манго, табачная – поставили какую-нибудь Вирджинию. Замена картриджа занимает не более нескольких секунд. Ну и если что, в среднем объем картриджа составляет 2 или 3 мл, но встречаются моделью и с 4 и даже с 5 мл. Я надеюсь, данное видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.